Добрый день, дорогие мои друзья, а также гости моего канала! Я рада вас всех снова приветствовать! Наступает самый волшебный, самый загадочный период года. Когда могут сбываться наши мечты, наши заветные желания. И я хочу вас всех поздравить с наступающим новым 2020 годом. И пусть у вас, мои дорогие, для вас наступающий год принесет вам только хорошее известие, только счастье, только здоровье и любовь. А я, в свою очередь, дарю вам расклад на двух колодах. Это колода 78 дверей и колода символон. И сегодня мы с вами посмотрим, какие же события нас ожидают в последнем месяце уходящего года. А также в декабре начнется коридор затмений. Поэтому мы с вами посмотрим, какие кармические уроки он принесет для вашего знака зодиака. С чем вам придется столкнуться и какие проблемы вам придется решать. Я буду очень благодарна за ваши комментарии, мои дорогие. Ну что же, давайте приступим. И это, дорогие весы, прогноз для вашего знака зодиака на декабрь 2019 года. На ваше настроение, на общий фон вам выпала восьмерка кубков из колоды 78 дверей и карта «Золотые девушки» из колоды символон. Ну что ж, дорогие весы, хорошая новость – ваша дверь приоткрыта. И декабрь может принести кому-то из вас исполнение ваших желаний, а также месяц открывает для вас новые возможности. Многие из вас сейчас, дорогие весы, в декабре будут уверены, что где-то трава зеленее и солнце светит ярче, чем сейчас над вами. Появится тяга к переменам. Захочется испытать новые чувства, новые переживания, эмоции и увидеть новые города и новые страны. Одним словом, душа будет просить путешествий, приключений, перемен. Ну что же, это конец года, дорогие весы, это волшебное время. И вполне возможно, что вы найдете в декабре то, что вы искали. Вот только прежде чем вы решитесь на эти перемены в своей жизни, прежде чем вы отправитесь на поиск этих приключений, дорогие весы, подумайте все-таки о том, а готовы ли вы оставить то, что у вас уже есть? Оставить нажитое, пережитое. Так ли все плохо в вашей жизни, как вам кажется сейчас? Ведь карта показывает, что у вас комфортные условия, и что вам не на что жаловаться. Уверены ли вы, что там, за далью синих гор, вас ждет счастье? Ведь всегда лучше, где нас нет, дорогие весы. Вот сядьте и подумайте об этом в декабре, когда душа будет просить перемен. Ведь в поиске чего-то возвышенного, чего-то нереального, можно, дорогие весы, потерять и друзей, и супругов, и партнеров, семью, дом и даже стабильное положение. Вот именно об этом подумайте. И от колоды символом я выпала карта «Золотые девушки». Ну вот посмотрите на эту карту. Здесь две прекрасные девушки. Одна красивее другой. И одна из них умна и думает головой, а другая из них красива и чувствует сердце. О чем говорит вам эта карта, дорогие весы? Сейчас вам захочется быть и умницей, и красавицей одновременно. Сердце может подсказывать вам в декабре, что вы идете каким-то неправильным путем. Это не ваш путь. Вы делаете сейчас неправильный выбор. А ум может настаивать на своем и говорить вам, что глупо идти на поводу у чувств, глупо идти на поводу у своего сердца, что нужно слушать здравый рассудок и поступать благоразумно. Ну а вам будет хотеться чего-то большего. Вам сейчас может казаться, что другие живут лучше вас, они имеют лучше материальный достаток, их любят, их ценят больше, чем вас. И вот вам захочется доказать, что вы на самом деле лучше, что вы достойнее других. Это такие глупые соревнования, дорогие весы. И вот в декабре вы должны объединить и ваш ум, и ваше сердце, чтобы быть наконец-то в гармонии, чтобы радоваться этой жизни, чтобы по достоинству оценить и быть благодарными, дорогие весы, за то, что вам судьба уже предоставила, за то, что у вас уже есть. Перестаньте сравнивать себя с другими. Ведь чужая жизнь – это потемки. Вы совсем не знаете, как чувствует себя та богато одетая девушка. Возможно, она одинока. Или больна. Или той семье, которой вы завидуете сейчас и хотите на нее равняться, быть на их месте. Возможно, вы видите лишь красивую обертку. А на самом деле там нет несчастья, там нет гармонии. Вот еще раз, дорогие весы, эта тема вам для раздумий на декабрь. Потому что желания наши, они имеют свойство исполняться. А на самом деле вы совсем не знаете, какую жизнь сейчас вы себе нажелали. Возможно, стоит ценить и развивать то, что у вас уже есть. Итак, на позицию работы вам выпала семерка кубков от колоды 78 дверей и карта искуситель от колоды символом. Ну что ж, дорогие весы, у вас какой-то месяц фантазии, месяц витания в облаках. Я бы назвала это «В погоне за призрачным счастьем и благополучием». На этой карте девушка спит и видит красочные, сказочные сны. Но двери на этой карте нет. Дверь для нее – это ее сказочное сновидение. На работе у вас в декабре тоже могут быть грандиозные планы на ваше будущее, на ваши достижения. Но многие из этих планов они просто будут нереальны. Они будут оторваны от жизни, и поэтому в декабре они никаким образом не могут осуществиться. Сейчас вас может разрывать сомнение кого-то. Например, просить ли о повышении или о должности на этой работе, просить ли ваше начальство о премии, или же пока надо оставить все как есть. Сейчас вы будете больше думать о результате, о конечном результате, о том, как вы получите какие-то блага от вашей работы. И будете забывать о том, что, чтобы все это получить, дорогие весы, вначале нужно много работать, а ваши мысли сейчас будут далеки от реальности. И колода Симбалон дополняет эту тему карты Искуситель. На карте изображен дьявол, и он посылает нам искушение, как вы знаете. Он заставляет разыгрываться нашему воображению, но он никогда не показывает, что по-настоящему нас ждет, если мы поддадимся на эти искушения. Дьявол – это темная сторона нашей души. И этот дьявол, он живет в каждом из нас. Это тот самый искуситель, который в какие-то определенные моменты начинает дергать нас за веревочки и подталкивает. Но нам нельзя забывать, дорогие весы, что за все в этой жизни нужно платить. И какую плату у нас попросит дьявол, мы даже представить себе не можем. Вот, дорогие весы, не ввязывайтесь ни в какие махинации на работе в декабре. Не поддавайтесь на какие-то красивые обещания сейчас, что вы можете очень быстро, легко заработать, легкие деньги. И не разрешайте собой манипулировать. Вам и так же сейчас могут тайно воспользоваться, вы об этом можете даже не догадываться, и втянуть вас в какие-то грязные игры, в интриги. Поэтому не верьте сейчас заманчивым обещаниям и предложениям. Поступайте в декабре по совести, и тогда у вас не возникнет проблем. Также, если вам сейчас будут предлагать новую работу в декабре на очень хороших условиях, то не спешите с ответом. Подождите нового года. И на финансы вам выпала шестерка Пентакли и карта Квантовый прыжок. В декабре, дорогие весы, вы можете помимо ваших доходов получить какие-то неожиданные деньги, неожиданную прибыль. Возможно, вам выплатят премию, или выплатят какие-то социальные выплаты, или вы получите, я не знаю, дивиденды, алименты. Могут вернуть какие-то деньги, например, долги. Или же кто-то из вас может получить неожиданно для себя денежный подарок. И вот символон добавляет карты Квантовый скачок и тоже говорит о том, что по неожиданному, счастливому, стечению обстоятельств в декабре вы вдруг можете улучшить свое материальное состояние в декабре. На здоровье вам выпала девятка Пентаклей и карта несчастья. Но, наверное, вы уже сами видите, что здоровье может хромать в декабре. Во-первых, опасайтесь травмы, опасайтесь перелома в декабре. Это несчастных случаев. Возможно, что при походе в гости может что-то случиться. Поэтому будьте внимательны и, конечно же, берегите свое здоровье. На личные отношения для тех весов, у кого уже есть пара или семейных весов. Вам выпал Король Кубков и карта Несовместимость от колоды символон. Но, как вы видите, ваша дверь на этой карте открыта, дорогие весы. Ничто вам не препятствует, ничто вам не мешает. Семейные весы. Вы можете в декабре наслаждаться своими отношениями. Все прекрасно. Это период любви, период приятных эмоций, период праздников. Для вас вы вместе можете выходить в свет, принимать гостей, сами посещать какие-то праздничные мероприятия или ходить в гости. Прекрасный период. Король на карте держит в руке кубок, поэтому не увлекайтесь слишком употреблением алкоголя, потому что это время праздников, но все-таки соблюдайте какую-то меру. И символон дает вам дополнение. Карта Несовместимость. Но если вы посмотрите на эту карту, то здесь мужчина и женщина стоят спиной к древу жизни. Они держатся за руки, но все-таки смотрят они в разные стороны. Со стороны мужчины день, а со стороны женщины ночь. Но их воедино соединяет древо жизни. Соединяет и оно же их разъединяет. Мужчине и женщине, дорогие весы, всегда трудно друг другу понять, поскольку мы слишком разные. И это просто нужно принять, поскольку изменить это невозможно. Это не в силах никому. Мы никогда не будем одинаковы. Это понимают особенно те пары, которые уже много лет живут вместе, когда чувства уже не столь яркие. Но вместе пару связывает и семья, и дети, и совместный быт. И вы уже настолько привыкли к друг другу, свыкли с друг другом, что просто не представляете себя без этой вашей второй половинки. Это на самом деле ваша вторая половинка. Потому что со временем меняемся мы, со временем меняются наши чувства, наши взгляды. Но взамен вы получаете нечто большее, дорогие весы, нечто ценное. У вас есть совместные воспоминания, у вас есть совместный прожитый опыт, совместная история, наверное, уже традиции совместные вашей пары, вашей семьи. И вы готовы в любое время прийти навстречу друг другу и поддержать друг друга. А это, дорогие весы, поверьте, дорогого стоит. Поэтому эта карта дает вам совет. Пусть в декабре, дорогие весы, между вами гуляет ветер. Дайте себе и своему партнеру побольше свободы, чтобы вы могли немножко развеяться и отдохнуть друг от друга. Позвольте вашему партнеру встречаться с друзьями или подругами, заниматься своими интересами. И сами тоже воспользуйтесь этим временем. И займитесь собой, займитесь тем, что интересно вас. Посвятите это время себе. И это только укрепит ваши отношения. Для тех, кто одинокий, дорогие весы, вам выпала карта повешенной и карта мечтательной Джонни. Но, как мы видим, двери для вас нет. Человек находится в подвешенном состоянии, в аквариуме, который наполнен водой. Скорее всего, большинство из вас не воспользуются возможностями в декабре для того, чтобы найти для себя постоянную пару. И, конечно, здесь могут быть самые разные причины. Вас много, вы все разные. Но, возможно, что некоторые из вас потратили много сил для того, чтобы найти для себя пару, найти для себя ту вторую половинку. что в декабре вам уже захочется немножко отдохнуть от этих поисков. Ну что же, так бывает. Когда мы сильно чего-то желаем и вкладываем в свое желание всю нашу энергию или становимся чересчур активными в своих поисках, то мы получаем обратный результат, дорогие весы. И люди начинают, вместо того, чтобы обратить на нас внимание, потянуться к нам, они начинают сторониться нас. Потому что наш напор, который они чувствуют, их просто пугает. Даже те, кто в декабре заведет какие-то знакомства, скорее всего, сейчас они вперед на новый уровень не продвинутся и останутся на данный момент лишнесерьезными отношениями. Единственное, что я хотела бы здесь добавить, что вы должны начать действовать немножко по-другому, изменить свою тактику. Во-первых, не нужно сидеть на месте, дорогие весы. Ну а во-вторых, посмотрите на ситуацию иначе. Не нужно зацикливаться на этом. И карта символон дает дополнение для вас. Колода символон, извините. Карта мечтательной Джонни. Посмотрите на карту. Джонни – мечтатель. Он не переживает. Он смотрит в небо и не видит, что перед ним сломанный мост. Это такой Иванушка-дурочок. И вот некоторые потенциальные партнеры сейчас вас будут видеть такого Джонни-мечтателя. Карта говорит о том, что некоторые из вас в своих мечтах уже создали себе каких-то нереальных, идеальных партнеров. Ну а те люди, которые могли бы стать на самом деле вашей второй половинкой, вы их просто не замечаете. Кто-то из-за своего легкомысленного отношения, кто-то из-за своих ошибок уже потерял своего партнера, потерял отношения, и сейчас просто завис на этом этапе, не понимая, что он хочет, куда хочет двигаться дальше. Ну что же, что имеем не храним, а когда потеряем, тогда мы плачем, дорогие весы. Многие из вас будут витать в облаках и мечтать о несуществующем идеале в декабре. А нужно что сделать? Нужно остановиться и посмотреть себе под ноги. Поэтому Вселенная сейчас вас останавливает, дорогие весы, различными препятствиями. Для того, чтобы вы просто научились соблюдать золотую середину между мечтами и реалиями жизни. для того, чтобы дать вам время обдумать еще раз. Нельзя быть слишком заземленными или слишком беспечными. Но все-таки примите это как совет. И следующая карта, дорогие весы. Какой урок несет для вас коридор затмений? С 26 декабря по 10 января мы с вами войдем в коридор затмений. Это время важно для всех нас. У меня на канале будет подробное видео об этом затмении и какие задачи оно поставит перед каждым знаком зодиака. И вам выпала карта колесо фортуны от колоды 78 дверей и от колоды символон карта жрица. Обе эти карты старшие арканы. А это значит, что вы не сможете никаким образом влиять на эту ситуацию. Все события будут кармическими. Посмотрите на эту карту. Люди сидят вокруг стола, в ожидании и неизвестности. Что же будет с ними дальше? Как я говорила, это старший аркан и события, которые будут происходить, будут кармическими и вы не сможете ничего поменять. Вам просто придется плыть по течению и исправлять то, что вы можете исправить. Но, во-первых, как мы видим, в ситуации будет задействовано несколько людей. И вы будете проходить уроки общения с этими людьми, дорогие весы. Это могут быть ваши близкие, ваши друзья или другие люди, с которыми вам нужно будет договариваться. Возможно, для того, чтобы пройти свой кармический урок, вам нужно будет собрать этих людей всех вместе за одним столом. Сейчас что-то из вашего прошлого, дорогие весы. Это могут быть какие-то старые люди из вашего прошлого или какие-то нерешенные проблемы резко могут привести к изменениям в вашей жизни. И здесь возможны различные конфликты и с вашими родственниками, и с вашими деловыми партнерами в декабре, которые вам срочно придется решать. Будьте внимательны сейчас к своим снам. Замечайте любые знаки, которые вы будете встречать на своем пути, поскольку эта карта указывает на спиритический сеанс, а значит подсказки к вам могут приходить из мира духов. Если вы сейчас избежите этих проблем, не решите их до конца, то они так и будут продолжаться и нарастать следующие 9 лет или даже 18 лет. Имейте это в виду. Ну, а кто-то даже передаст их по наследству своим детям или внукам. Симболон дал вам подсказку карта служительницы, извините. И эти карты, они очень-очень похожи, посмотрите. Поскольку здесь женщина в белых одеждах приготовила алтарь и принесла жертву, жертву богам, жертву духам, чтобы получить подсказки из мира духов. Во-первых, эта карта советует вам очиститься. И вы можете как служительница принести жертву, например, сделать какое-то пожертвование, а также очищение вам нужно, дорогие весы, на телесном и духовном уровне. На этой женщине мы видим белые одежды. И эта карта говорит о том, что вы сейчас отказываетесь, отказываетесь принять ваше текущее положение в жизни. Вы не согласны с тем, что происходит в вашей жизни. Вот от вас сейчас будет требоваться понятие, что все получают по заслугам. Не будьте неблагодарными, посмотрите вокруг, и наверняка вам есть за что поблагодарить небеса. А также всегда ли вы помните о тех людях, дорогие весы, которые рядом с вами, о тех людях, которые когда-то протянули вам руку помощи. Не забываете ли вы поблагодарить этих людей. И карта хочет от вас жертвоприношения. Это служение людям, и это может быть даже простая работа на дому. Это тоже служение для своих близких. Забота о своих родных, забота о других людях. Когда вы что-то делаете безвозмездно для других людей, вот это для вас жертвоприношения. Через служение другим у вас будет идти отработка ваших кармических долгов. И совет вам, дорогие мои, смерть и злобный нарушитель спокойствия. На этой карте мы видим пожилого мужчину, сидящего на могильном камне. он оделся во все черное и в руках он держит песочные часы. Часы песок отсчитывает время. Песок его еще пока не истек и вот мужчина ждет, когда же песок закончится. Дверь открыта, дорогие весы, и карта советует вам просто встать и идти. Для того, чтобы чего-то добиться, надо всегда двигаться, надо что-то делать. Ваше время утекает, как в этих песочных часах, а жизнь, дорогие весы, она не бесконечна. Делайте, пока у вас есть силы, пока у вас есть возможности. Встаньте и идите к своей цели. Вы еще можете осуществить свое желание в декабре. И вторая карта злобный нарушитель спокойствия. На карте мы видим кризис урана. Это кризис подросткового возраста. Это бунт против общественного мнения. И карта советует вам проснуться, снять на время какие-то барьеры, дорогие весы, которые мешают вам двигаться вперед. Попробуйте не зависеть от мнения других людей. Что-то ваши эмоции, возможно подавленные эмоции, уже накопились внутри вас и просто разъедают вас изнутри. Поэтому позвольте себе снять внутреннее напряжение через какое-то нетипичное для вас поведение. Вы можете снять его через спорт. Вы просто должны выпустить эту энергию, выпустить этот пар наружу. И не бойтесь сейчас быть смешными. Пойдите хотя бы в поле, в лес и хотя бы покричите изо всех сил. Так вы тоже избавитесь от этой энергии. Но чтобы вот что-то, что очень долго скрывалось и долго подавлялось вас внутри, чтобы выпустить это наружу и отпустить вообще, чтобы это освободило вас и не было больше для вас груза. Вот такой месяц ожидает вас, дорогие весы. Вот такие советы дали вам карты. Я надеюсь, что вы их услышали и что они вам помогут. Я верю в вас, дорогие весы, и думаю, что вы с честью пройдете уроки декабря уроки затмения. Удачи вам и до встречи на моем канале. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.